Девчонки, доброе утро. На фоне сушатся вещи, думаю, ничего страшного. Мы с Максимом собираемся в Икею. Мы уже в неё ездили, я вам показывала, но сегодня мы поедем второй раз. Получается, должна была приехать Сави Кровь, но она не приедет, поэтому мы поедем и купим, соответственно, тогда Максиму стул. Если вы думаете, как-то взаимосвязано, никак. В общем, просто эти деньги потратим не на её приезд, не ей там на дорогу и так далее, тесты, а потратим на кресло для Макса, в общем, как-то так. И приезжает ещё сегодня моя мама с братом. Мы живём в Нижнем Новгороде, а они живут в городце, и моему брату завтра нужно, в общем, в областную больницу, что-то такое, в общем, на новое обследование. Короче, что-то там такое. Вот, и мы с ними встретимся, вместе поедем в Икею. Я сегодня в платьичке с шиной, которая мне очень нравится. Макса, обожаю лето, наступает лето, выходит пигментные пятна, от SPF у меня высыпает, супер, ничего не скажешь. Так что беру вас, в принципе, с нами. Если будет что-то интересное, я покажу, но, в принципе, в прошлом влоге показывала ничего нового, как бы не появилось там, я думаю. Так что поехали. Так, мы уже приехали в Икею, сейчас будем кушать. Максим себе взял лосось, картошку, фрим. Лосось хотим попробовать новенькое. Куриных фрикаделек моих нету, представляете? Пришлось брать. Я просто люблю курицу, а свинину не очень, там есть и свинина. Котлета по-кисски и брокколи. У Максима ещё супы, пирожные, булочка чесночная. И всё это вышло на 755 рублей. Всегда чуть-чуть подешевле, но нормально. Мы не брали напитки, у нас вот есть водичка. Будем сейчас кушать. Ребят, мы зашли в Икею самостоятельно. Мы тут зашли в Нью-Йоркер, я померила топ. Всё покажу на основном канале. Топ в одежду, в общем. И купила себе один топ. Ну, покажу уже дома. Там про топ истории, конечно. Да. Интересно. На блогов, на основном канале расскажу. Покажу. А примерку, которую купила, или его просто покажу дома, когда уже будем. В общем, пришли за контейнерами, как и говорила. В комнатах тут ничего не меняется, в принципе, в этих сейчас. Так что особое нечего и тут и показывать. Не, вот новая какая-то комната. Мое, как всегда. Твое кресло? Или нет? Которое Максим очень хочет, всё ходит вокруг да около. Да, блин. Не знаю. Я подумаю ещё. Я ещё подумаю. Прикольно сделано. Мне нравится декор. Вот такие полки. У нас такая шлеруа ещё дома полка. Мы её никак не прикрутим, потому что я не могу решить, куда. Вроде тоже новинки. Вот такая посуда. В таком потрясающем цвете. И вот кастрюлька есть. Красиво и с деревом. Или под деревом. Видите, много такого всего. И мне ещё нравится чёрная матовая посуда. Класс. Максу нужна была подушка. Но мы купили в фиксе. И честно говоря, лучше бы купили в Икеа, потому что по цене не сильно отличается, а по качеству есть. Вот. Они более плотные такие, знаете прям. Это чтобы, когда он монтировал, у него спина не вставала. Так. Во-первых, мы взяли коробку. Это мне в коридор надо на шкаф. Во-вторых, вот контейнеры. Ну, по-моему, это сильно большие. Мы всем говорим, да нормально. Но, по-моему, это перебор. Жай. Вот. Вообще, по размеру примерно подходит вот этот. Но мы посмотрели, что в Ашане выгоднее купить, потому что там подешевле. И там уже идёт с крышкой. Так что. Сейчас, наверное, спустимся в Ашан. Как мне нравится, когда, знаете, вот так всё стильно подобрано. Прикольно. Вот вроде обычно, а вроде, знаете, и всё есть. Всё-таки Максим решился взять вот это кресло за 14 тысяч. Да, Жи? Угу. Дешёв, брат. Тут ещё, знаете, что? Прикол в том, что вот эту сидушку, вот это, вот это, всё можно регулировать, опускать. Вот это опускается, поднимается. Ну, и вот это тоже туда-сюда. Ну, помимо того, что поднимается оно вверх, да. Тебе надо, может, отрезать, ну, и вверх. И при этом оно, ну, небольшое. Я не знаю, в камере кажется, что оно большое, но по факту оно, ну, совсем небольшое. Вот взять. Мне нравится то, что оно... Миниатюрное. Максим же, у меня ходенький. Она откидывается отдельно от... Ну, типа, можно, типа, как полу-лежащей, вот такой, по-моему, ну, то есть удобно. Да. Берём. Вот ещё есть розовенькое такое, его даже можно дешевле взять без колёс, но зачем оно без колёсов? О, какая симпатичная лампа. Вон, без колёса, и серая, смотри. Мне нравится. Да, 7,99. Не, мне то больше нравится. Ещё мне нравится вот эта золотая штучка. Прикольно смотрится так вот, далеко. Вообще классно. Новую квартирку бы взяла. В эту уже брать ничего не буду. Ну, в плане там такого. Потому что, как я уже рассказывала, мы сейчас откладываем на квартиру в новостройке деньги. Господи, со мной только что такая история приключилась. Я просто в трансе, чтоб вы понимали. Я там, где были столы и стулья, оставила сумку на одном из столов и ушла в Икее. Понимаете? И пошла. И тут мы уже проходим там определённые ряды и так далее. И я просто Максиму говорю, а я без сумки была? И Максим мне такой говорит, вообще-то с сумкой. И вы представляете мою реакцию? Я просто понимаю, что я где-то оставила сумку в Икее. Просто там, где мы столы и стулья смотрели. Ну и по итогу я побежала за сумкой. Сумка, слава богу, там была. Там всё было на месте, деньги на месте, карты на месте. Это просто треш. Меня до сих пор, понимаете, трусят. Как можно было оставить сумку, я не понимаю. На одном из столов. В отделе столов. Прошу, чтобы мы вовремя вспомнили. Вот ещё прикольное. Обожаю такой цвет. Красиво смотрится. А вот и всё в целом. Такое золотое, слегка бронзовое, может быть, даже пол. Я бы, наверное, вот это хотела. Потому что здесь удобно. Я пользуюсь только с этими полотенцами. Вон, видите, как тут. Мне нравится. Сколько стоит это всё. Ну, тут всё по-разному. И в сочетании тоже прикольно смотрится. Класс. Может быть, в эту квартиру купить? Нет, надо, знаете, остановиться и не брать. У меня теперь просто дико болит голова. Просто у меня она в один момент так вспыхнула. Из-за вот этого стресса. Ну, просто, понимаете, деньги, карты там, кошельки. Я хоть наличности ношу немного, но тем не менее, всё равно есть. В общем, у меня, знаете, стресс. Девчонки, хочу всё-таки показать на себе, что купила в Нью-Йоркере. Первое — это шорты вот такие. Там есть разные цвета. Они мне очень понравились. Они на фигуре классно сидят. У меня размер 36. Не знаю, это большой, маленький размер. В принципе, даже когда я похудею, ещё даже есть куда стремиться, как говорится. Хорошо смотрится, мне нравится. И также... А, шорты стоили 999 рублей. И также я взяла два топа. Первый такой нежненько-зелёненький. Вот так он смотрится. 300 рублей, по-моему, стоил 299. Обожаю привет лет. Пигментные пятна. Вот. И ещё взяла ярко-розовый. Это я уже всё постирала. А вот розовый ещё нет, но я его тоже примерю. Сейчас покажу. Классно смотрятся. Шорты просто супер. Они супер обычные. Супер-супер-супер-супер. Но при этом классно сидят. Надел и пошёл. Класс. И получается 300 и 1300 рублей за вот образ. Ну, естественно, что шорты можно носить под любую одежду. И, соответственно, топ тоже. Он нежно-нежно-зелёный. Наверное, сейчас камера не передаёт. Но, в принципе, как-то так. Не белый. И сейчас покажу розовый топ. И вот такой ярко. Видите? Прям такой кислотно-розовый цвет. Там, по-моему, были ещё другие. Ещё был топ. Тоже мне понравился прикольный розовый. Но этот всё-таки победил. Яркий. Этот у нас стоил 400 рублей. 399. И, что хочу сказать, размеры топов у меня М. Вот. Если что. Потому что грудь как бы не маленькая. Я думаю, что вам видно. Мне тоже нравится, как смотрится. Он прям чуть подлиннее. И мне кажется, он поплотнее. Немного другой материал. В целом супер. Как вам? Обязательно напишите. Я вот такие топы на лето с удовольствием покупаю. Вообще не жарко. А сейчас я ещё так хорошенько загорела. Наверное, не сильно видно. Но смотрится в реале вообще огонь. Что я вам хочу сказать. Мы собрались в кино. И сегодня в кинотеатрах крайний день. Когда можно туда прийти без теста на ковид. Либо без документа с прививками. Ну, о том, что вы сделали прививку. Просто потрясающе. Это у нас город Низненовгород. Просто чудесно. Понимаете? Я понимаю масочный режим. Но вот это вакцинирование, которое не обязательно, но по факту обязательно. Это трасс. Правда. Мы пришли в кинотеатр. Всё, что нужно знать о моём образе. Вот то платьичко шикарное. И я. Ещё знаете, что я хотела рассказать? Получается, что в прошлом логе я говорила, что свекровь приедет в этом. Я сказала, что не приедет. Да, она не приедет. Что у них там не получается. В общем, мы как бы не вникали. Как говорится, на нет и суда нет. Буду собирать посылку в Украину, чтобы отправить. У меня подружка там есть. Она сейчас беременная. Будем отправлять ей подарочек. И как раз им тоже сразу отправим посылки. Я в следующем логе. Я сейчас вообще жду Василёк. Там подарок для моей подружки. И, соответственно, вместе будем упаковывать посылку. Покажу, что будем отправлять. Отправление, конечно, стоит не как по России. Довольно-таки дорого. Но ничего страшного. Хоть так. Ещё знаете, что я хотела с вами обсудить? Это добровольную вакцинацию. Мы живём в Нижнем Новгороде. Вдруг вы не знаете. Ну, я как бы напоминаю. Я не знаю, просто как в других городах обстоят ситуации. И сейчас Москву закрыли. В плане того, что теперь там в рестораны. Можно попасть только по QR-коду, если вы привиты. В общем, добровольная вакцинация. Я вообще сама по себе как бы за вакцины. Ну, то есть мне в детстве ставили все вакцины. Мама сказала, я хорошо всё переносила. Я считаю, что это нужно. Но здесь получается такая смешанная, спорная ситуация. Когда просто говорят добровольно, а потом делают всё так, чтобы это добровольно стало принудительным. В плане того, что вот у нас в Нижнем Новгороде теперь, чтобы попасть в кинотеатр. Ну, там, кстати, кинотеатры написали петицию. Не знаю, что у них там по итогу. Нужна тоже либо вакцина, либо тесты. Окей, если бы тесты были бесплатные, без проблем. Но так как нужно за них платить, то здравствуйте нет. И тоже, я думаю, что многое может закроть. Потому что наш губернатор, он там, в общем, тоже за всё, что делает мэр Москвы, так и наш губернатор тоже самое. И, соответственно, как считаю я и какое моё мнение? Мы даже уже с Максом думали пойти сделать прививки, чтобы просто, знаете, отстали. Я считаю, что либо вы делаете добровольно, и всё как бы работает, как работало. То есть почему тогда, когда в 20-м году была пандемия, извините, через 2 месяца открыли всё, но было разрешено в масках. Сейчас прям жёстко так нужно всё опять закрыть, чтобы типа добровольная была прививка. Ну и, соответственно, как считаю я, либо вы делаете принудительно, то есть выходишь и говоришь, да, что типа все обязаны это делать. Либо вы реально делаете добровольно. То есть почему, если ты говоришь, что вы обязаны это сделать, тогда люди уже это воспринимают немного по-другому, чем когда, а вот это добровольно, но мы всё закроем, и это будет принудительно. Так люди не хотят идти делать прививки, скорее всего, даже по большей степени из-за того, что это не добровольно, а их везде ущемляют. Вот, извините, там есть какие-то работы, где обязательная теперь прививка, как бы, и либо их уволят, либо там работодателям будет штраф, но это, как по мне, не норм. В общем, вроде как этот спутник В, или как его там, нормальная вакцина, я уже хотела записаться, потом решила с Максом, что, наверное, чуть подождём, ну, не прям не горит. По поводу того, что она там долго не тестировалась, здесь я как бы склоняюсь к тому мнению, что раньше, естественно, вакцины тестировали долго, потому что раньше не было, как по мне, я, конечно, не уверена, там и аппаратуры не специальные. Сейчас всё-таки мы живём в то время, когда мне кажется, что не нужно 5 лет что-то тестировать, а можно и за год протестировать, потому что современные все методы, лаборатории и так далее. Но, опять же, до конца не изучено, на кого как влияет, есть категория людей, которым вообще прививаться, допустим, нельзя. Я в своём инстаграм, типа, делала сторис, спрашивала, как вы относитесь к вакцинации, что хочу сказать, что 50 на 50 процентов, большая часть людей, конечно, мне написали, что они прививались, либо их знакомые, либо друзья прививались, и что всё было нормально. Да, там первые 2 дня, может, кому-то было плохо, ну, соответственно, это естественно, потому что это прививка. А кто-то писал, что ни в коем случае не будет ставить вакцины. Я хочу, чтобы вы мне тут написали, если вы делали вакцины, почему, как, как у вас прошло, и если вы не делали, почему не хотите делать, что конкретно вас смущает. И, в общем, я ещё в раздумьях, может, пойду, может, не пойду, пока, в общем, жду, пока не горит. Ну, как только, естественно, скажут, что вы не сможете никуда вылететь, вы не сможете никуда пойти, вы не сможете то, вы не сможете всё, понятное дело, что придётся, конечно, делать. Потому что я уже слышала такой момент, что скоро типа за границу не будут пускать, если у вас не будет вот этого паспорта с прививками. В общем, я не знаю, я в целом за вакцинацию, но я против такой подачи, знаете, ну типа неадекватной, вроде добровольно, а вроде и знаете, не сделайте, и мы вам устроим. Тогда будьте честны с народом, как я считаю, и выйди и скажи, что блин, вы все должны вакцинироваться, мне типа пофиг, ну те, у кого нет противопоказаний, тогда это будет честно, а так, в общем, не знаю. Опять же, почему еще меня смущает, так это то, что эта вакцина там не навсегда, да, как в детстве нам вкалывали, эти вакцины там работают, а как бы ее нужно повторять каждый год, как я поняла, потому что потом антитела уходят, но вроде как болеют легче короной потом, если там повторно заражаются. Как бы вакцина это не лекарство, можно спокойно повторно заболеть, но возможно будет более легкая форма, в общем, не знаю. Здравствуйте, мои пигментные пятна по всему лицу, телу и так далее, весело. Кстати, вы мне писали, что можно тоники с кислотами, пока не помогают у меня два, Елизавета и еще какой-то корейский, но я каждый день просто наношу на пигментные пятна. Ладно, на теле у меня там на спине куча, на груди куча, а вот именно на лбу у меня просто кумарит это. Что еще сказать? Еще сейчас покажу духи стеллари, мне присылали в рамках пиар-рассылки, ну, со мной в канал, и я себе забрала серебряный. Мама, кстати, моя все-таки забрала себе, как я и говорила, тот, который аналог любимого аромата Ольги Бузовой, но Максим не переносит тот, который я себе выбрала, ему плохо становится, а голова болит, и попросил меня им не пользоваться. В общем, я не пользуюсь им, не знаю, может, группу в свою добавлю, в общем, если что, группа тоже будет в описании. В общем, жду от вас обратной связью, очень интересно. Сейчас мы должны были пойти на пляж, мне только закончилось снимать видео, честно, жара такая, в общем, не пойдем сегодня на пляж. Сейчас я уже буду выходить на то, чтобы влоги выходили два раза в неделю, и мы, кстати, в Икеа съездили, я вам показывала покупки или нет. В общем, мы купили три коробки, и также я купила маленькую штучку для круп, потому что, когда начинаешь, стоит полпакета, и нужно, чтобы не вся она была заполнена, в общем, маленькую взяла. Буду шкаф разбирать, мама приезжала, правда, некогда было. Вот такую штучку в Икеа я купила, помимо коробок, коробки уже буду показать в следующем влоге, сейчас это буду заканчивать, чтобы поскорее начать снимать тот. Они, может быть, будут поменьше, но их будет, допустим, несколько, может, и по времени будут также, не знаю. Вот такой небольшой контейнер, у меня есть большая, этот как раз, когда остается половинка. И, как я обещала показать, мне Стеллари вот такую рассылку присылали на основной канал, я думаю, что вы могли видеть, я и разыгрывала одни, вот эти девушка выиграла. А себе я оставляла эти, мама забрала вот такие, но Макс попросил меня не пользоваться этими белыми, потому что ему очень плохо от запаха, у него начинает болеть голова, а, естественно, я же не буду делать так, чтобы ему было плохо. Ну что, на этом я буду заканчивать свой влог, обязательно пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я во влогах показывала, что вам больше интересно. Я помню про гражданство, это расскажем, это нужно сесть хорошо, камеру настроить, чтобы снять, все в подробностях рассказать, запишу. И также вы можете кидать свои идеи, что во влогах показывать, рассказывать, дом, уборка, готовка и так далее, хотя готовку я не люблю. Ну а на этом все, до скорых встреч, пока-пока, а еще хотела сказать, что я, наверное, влоги не буду так заканчивать, до скорых встреч, пока-пока, потому что с одного влога вытекает сразу другой.